приветствую всех сегодня будет продолжение темы как обман производителей при заказе кухни еще одним способом обмана клиентов является каменная столешница для кухонного гарнитура наш вам совет не гоняйте за статусными долговечными столешницами если вам предлагают поставить вариант столешницы из натурального или искусственного камня только потому что это очень модно и на века то не стоит ввязать кредиты ради такой фишки качестве на дсп и пластик будет стоить гораздо дешевле и более того вы сможете менять данный элемент хоть каждый год при этом ваш бюджет не будет особо страдать это только на словах звучит красиво столешница из камня прослужит 100 лет задумайтесь нужно ли вам эти 100 лет скорее всего хорошая столешница наскучит уже через два-три года и вам захочется освежить обстановку пластик вы сможете выбросить без зазрения совести а как бы с натуральным или искусственным камнем который стоил таких больших денег отсутствие собственного производства еще один обман века это собственное производство которого нет здесь принцип такой же как с акриловой столешницей только переплатить не за одну деталь гарнитура вообще за все что только можно было переплатить схема такова один мебельщик принимает заказ на кухню а потом подчередно заказывает у разных производителей ключевые компоненты гарнитура например фасады столешницу фурнитур распилы другое цена такого конструктора будет солидно а стоит ли вам ее платить вопрос учтите что у таких поставщиков продукт не поставлен на поток а значит что из каждого продукта будет много отходов оплачивать их будете именно вы еще один способ обмана неполная комплектация эта фишка тех кто хочет получить прибыль не за качество и работа за вашу невнимательность и несерьезный подход к вопросу часто выгодно предложение это повредение мебели не в полной комплектации когда клиент уже почти готов купить товар мечты ему сообщает что нужно купить еще немножечко детали цена на эти нужные то ли будет просто огромный ведь продавцам нужно получить прибыль максимум и отбить возможные скидки которые не вам дали на базу товар в итоге вы солидно переплачиваете покупая нужные элементы маркетинговый ход маркетологами разработал немало рабочих схем например запуск масштабной акции по условиям которые кухня может подобрести всего лишь за 20 тысяч рублей важный нюанс на эту кухню действует ограниченное предложение о котором говорится в рекламе и на самом деле предложение только подстегивает желание завести крутым кухонным гарнитурам всего лишь за 20 тысяч рублей клиент быстрее бежит магазин и уже в магазине ему сообщают что точно такой же кухни уже нет ведь предложение ограничено и уже все разобрали и тогда клиент предлагает альтернативу которая стоит два-три раза дороже здесь срабатывает ключевой психологический фактор человек который настроен покупку очень часто соглашается на сделку и поскольку у него только те 20 тысяч рублей за которые он мечтал приобрести кухонный гарнитур ему тогда предлагает воспользоваться услугой покупки данного товара в рассрочку и по статистике в 60 процентов случаев этот прием действительно срабатывает некорректно заполнен договор менеджером кухонного салона договор на покупку товара дарит массу возможностей реализовать мошеннические схемы вот несколько моментов если мебель же предлагает заключить договор не на выполнены работы а на куплю-продажу то не стоит соглашаться сборка мебель это услуга которая не включена в стоимость это значит что возможно придется заниматься этим самостоятельно либо доплачивать мастеру также договор должен быть пунктом монтажных работах если мастер сделать все сам но некачественный в договор не будет такого пункта то вы не сможете предъявить исполнителю претензий составе договор на оказание услуг в случае задержки клиент может требовать неустойку по закону она составляет 3 процента за каждый день просрочки а если это будет договор купли-продажи то неустойка будет составлять всего лишь один процент очень важно договоры прописывать весь объем работ процедура снятия замеров до сборки конструкции обмен и возврат особого внимания заслужатся вопросы в обмене и возврате часто продавцы утверждают что мебель на гарнитуре нельзя вернуть здесь важно различать готовый комплект и вещи сделаны на заказ если мебель готова ее нельзя вернуть только в том случае когда покупалась часть гарнитуры или целая система обычная мебель стол стул или диван который не формирует гарнитур подлежит обмен на протяжении первых 14 дней любопытно что от мебели на заказ по закону клиент может отказаться абсолютно в любое время и на любом этапе главное возместить исполнительные расходы которые тот понес в ходе выполнения заказа это к сожалению порой материалы стоимость которых составляет сумма заказа также потребитель вправе предъявлять требования связанные с недостатками выполнены работы или оказаны услуги в течение гарантийного срока прописаны в договоре и в законе он составляет два года но на самом деле чтобы застраховать себя от ошибок и промахов важно не только хорошо знать закон и уметь пользоваться своими правовыми возможностями но еще быть в курсе уловок со стороны производителей и продавцов поэтому вооружайтесь знаниями и всегда сможете состоять свои интересы украшения 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 Продолжение следует...